Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. После выходных, надеюсь, с хорошим настроением, я наконец-таки дождался вас, друзья, с новыми силами, потому что они нам на этой неделе понадобятся, расслабляться ни в коем случае не нужно, потому что сейчас очень много важных событий. Впереди заседание Федрезерва, заседание Европейского Центрального Банка, парламентские выборы в Англии, собственно, 12 декабря в этот четверг. Ну и, помимо прочего, мы продолжаем следить за тем, как развиваются отношения США и Китая. Важная дата 15 декабря, это воскресенье, ближайшее, когда должны вступить в силу новые повышенные пошлины на китайский импорт по ставке 15% общей стоимости на товары в 160 миллиардов долларов. Это серьезный шаг со стороны США, который может очень сильно усугубить и без того непростые отношения. Как трейдеры и защитные активы реагируют на любой виток и рост напряженности между странами, который становится подтверждением продолжения торговой войны, вы все прекрасно, друзья, знаете. Поэтому мы строим долгосрочные торговые оппозиции, преимущественно исходя из того, что спросом на фоне сохраняющегося конфликта должны пользоваться именно защитные инструменты. Ну, ладно, обо всем по порядку, друзья. Сегодня я приглашаю вас на вебинар, который состоится в 16.30 по московскому времени. Мы еще раз разберем события недели минувшей, посмотрим, как отработали наши среднесрочные цели и посмотрим, безусловно, еще на события текущей недели. Но на брифингах я, конечно же, буду более детально для вас анализировать фон и держать вас в курсе именно всего происходящего в моменте, потому что хорошо, у нас есть возможность с вами видеться каждый день. Ну, давайте теперь крупными мазками посмотрим, что у нас сложилось на закрытие прошлой недели в пятницу. Котировки нефти сейчас находятся по бренду на уровнях 64,15. Хай недели и пятницы 64,86. Я считаю, друзья, что мы можем сказать, что выполнили нашу цель, добравшись до 65 долларов за баррель. Да, я, конечно же, не идиот, я вижу то, что этот уровень протестирован не был, но все-таки ту веру, которую мы сохраняли, и сам факт того, что котировки очень близко приблизились к этому уровню, с учетом того фона и фундамента, который мы использовали, чтобы оправдать верность длинных позиций, эта идея состоялась. Я уверен, что котировки сохраняют потенциал для еще большего роста, поэтому предлагаю вам ни в коем случае сейчас не выходить из длинных позиций, потому что мы получили от ОПЕК то, что хотели. Страны согласовали дополнительное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей с 1,2 до 1,7 миллиона. А вот что касается продления соглашения, оно было, но не до конца первого полугодия 2020 года, и даже, друзья, не до конца вообще 2020 года, это как сверхоптимистичный сценарий был, а всего лишь на первый квартал 2020 года. Может быть, это разочаровало трейдеров, и если бы все-таки продлили соглашение хотя бы до конца первого полугодия, то, наверное, рост был бы куда более значительным и осущественным. Повторюсь, все эти меры и действия стран ОПЕК направлены на решение проблемы ослабеющего спроса, актуальной проблемы на фоне роста предложения. И что-то подсказывает мне, друзья, что ближе к марту мы все-таки вернемся снова с вами к нефтяной тематике с учетом действий стран ОПЕК. И, скорее всего, это соглашение снова пролонгирует, то есть эта сделка впоследствии усилит еще интерес со стороны покупателей. И к этому моменту, думаю, котировки уж точно будут выше 65 долларов за баррель. Доллар иена 108.57, мы, друзья, сейчас снижаемся. В пятницу для оптимистов, для покупателей доллара был позитивный такой момент, связанный с выходом неплохих данных по американскому рынку труда. Количество новых рабочих мест выросло до 266 тысяч, со 156 тысяч. Признаюсь, отчет хороший. Это отчет, к которому мы привыкли еще, если вспомнить, там 16-17 года. Да-да, там примерные цифры более сопоставимы. Но с тех пор общий тренд был направлен на снижение. И, на мой взгляд, один лишь месяц он особо ситуации не меняет. Я, как и всегда, рекомендую вам зрить в корень, смотреть на тренды. До выхода данных по Non-Farm Parals у нас был промышленный сектор SM и сфера услуг. Там по тенденциям очень все красноречиво, предельно ясно, просто и прозрачно. Нисходящие тренды, которые заставили трейдеров все-таки снова заговорить о проблемах американской экономики. И даже, возвращаясь к отчету по Non-Farm Parals, есть вопросы к росту средней почасовой заработной плате. 3,1% с 3,2%. То есть, это не суперпозитивная цифра. Ну да, тенденция роста сохраняется. Однако, друзья, если бы и с этим отчетом было бы неплохо все, то, может быть, я бы признал наличие шансов у покупателей надавить на то, что идея еще одного снижения процентной отставки, что это не белыми нитками. Считаю, что эта идея все еще состоятельна. Осталось только лишь дождаться предстоящую пресс-конференцию Джерома Пауэлла уже в эту среду. Не будем гадать, послушаем конкретно, что он думает о текущем состоянии американской экономики. Напоминаю вам, что Джером Пауэлл с некоторых пор лоббирует идею американского президента Дональда Трампа. И при каждой же возможности, при первом удачном случае напоминается, что политика будет оставаться и остается мягкой. Надеюсь, что это поспособствует тому, чтобы мы просели еще ниже по паре доллар-иена. Да и потом у нас есть и фон, связанный с геополитикой, повторющий это отношение США и Китая. Мы ждем 15 декабря. До сих пор Китай не выступил с инициативой увеличения закупки сельхозпродукции дополнительного, чтобы США все-таки отказались от инициативы повышения импортных пошлин. И я напоминаю, что Трамп еще на прошлой неделе сообщил, что соглашение, оно будет отложено уже на период после президентских выборов. Я думаю, что это как раз то, что мы должны использовать в плане фундамента, чтобы работать с геополитикой и повышенным спросом на защиту. Доллар-иена, друзья, не просто так снижается. В общем, ждем ее пониже. Евро против доллара 1.1057. При всем уважении к Европейскому Центральному Банку, заседание которого состоится на этой неделе, евро и доллар вряд ли будут суперволатильной парой. А сейчас, хотя я сохраняю короткие позиции, считаю, что после выхода даже пятичных данных по промышленному производству Германии, спад на 5,3% в годовом выражении, у Кристин Лагард будут поводы снова нам напомнить, почему мягкая политика нужна. В идеале бы оказаться ниже, евро сейчас снижается, нам нужно закрепляться ниже планки 1.10. Но больше внимания я рекомендую сфокусировать на динамике фунта. Текущие котировки 1.3144. Я нахожусь в длинных позициях и ориентируюсь, друзья, на уровень выше 1.3350. В частности, сейчас всем известный индикатор фронтичных настроений Кайман. Markets сигнализирует о том, что очень много сейчас находится в продажах трейдеров. Я думаю, что это подтверждение всеобщего заблуждения. Как всегда, нужно играть, идти против толпы. По фундаменту консерваторов 43%. Что это значит? Это значит, что большинство будет именно у них. После парламентских выборов Джонсон тут же протащит сделку через палату. Община ратифицирует соглашение, выведя страну из Европейского Союза. Но, конечно же, ближе уже к середине января. В общем, позитива достаточно. Поэтому здесь нужно придерживаться длинных позиций. Доллар канадец 1.3261. Канадский доллар, точнее, длинная позиция по этой паре полностью реабилитировалась. В пятницу после выхода данных слабых по рынку труда Канады 5.9%. Друзья, уровень безработицы с 5.5%. То есть, явно что-то перемудрили ранее представители канадского регулятора. Я считаю, что экономика чувствует себя очень хорошо. Этот отсчет явно указывает на обратное. Поэтому мы снова работаем с идеей потенциального смягчения монетарной политики. По паре доллар-канадец можно поставить стоп-лосс на отметке 1.3150. До тех пор, пока мы до этого уровня не доберемся. Покупаем, друзья. По австралийцу 0.6830. Напоминаю, что после выхода данных по квартальному росту слабых 0.4%. Скорее всего, темпы экономического роста на 2020 год будут пересмотрены с понижением. И об этом, возможно, завтра уже будет говорить Филипп Лоу. Поэтому для нас это также повод продавать. Повторюсь, котировки 0.6830 в идеале бы завершить неделю в районе 0.6750. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.